МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ромнинском районе на 1569-м километре автодороги Чита-Хабаровск водитель, управляя автомобилем Тойота Раум, не справился с управлением, допустил съезд в проезжей части и опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. В Заветинский водитель, управляя автомобилем Тойота Спринтер, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения совершил столкновение с автомобилем Тойота Хайер. В результате ДТП пострадал водитель, управляющий автомобилем Спринтер. А на автодороге в Свободненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей иностранного производства. В результате ДТП три человека от полученных травм скончались. Один человек доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести. Подробности ДТП устанавливаются. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о ситуации на дорогах города и области, а также о происшествиях. Всем здравствуйте! В поселке Ивановский Мазановского района дерево разрушило летнюю кухню местного жителя. Мощный ветер вырвал ствол с корнями из земли и опрокинул на строение. Видео с места опубликовал на своей странице в социальной сети глава района Михаил Пивень. По словам главы района, обошлось без жертв и пострадавших. АСН-24 сообщало, что сильные воздушные потоки перенеслись по Мазановскому району 11 июля. В поселке Ивановский без крыши осталась школа. В здании также выбиты четыре окна. Ветер повалил деревья и опоры ЛЭП и на других улицах поселка. Кроме того, ветер помчался в Магдагачах, Ромнинском и Ивановском районах. Кровли оказались лишены около десяти домов. В этих населенных пунктах накануне разбирались завалы. Туда отправили листы шифера. И о ситуации на дорогах. Вблизи перекрестка улиц Забурхановская и Калинина произошло ДТП с участием Нисона Ноут и Митсубиси Кантер. Оба авто двигались в сторону улицы Ленина по Калинина, Кантер по левой полосе, а Ноут по правой. При перестроении из левой в правую полосу водитель Митсубиси не пропустил Ноута и зацепил его левую сторону. Повреждения минимальные, люди не пострадали. ДТП на парковке у дома по адресу улица Зейская, 211. Лэнд Круизер, выезжая задним ходом с парковочного места, а водитель Тойоты Виш намеревался повернуть во двор. Водитель Лэнд Круизера не заметил Виша и совершил столкновение. Никто не пострадал. Повреждения авто минимальные. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Тенистой произошло ДТП с участием ВИЦа и Карины. Оба авто двигались по улице Тенистой в противоположных направлениях. ВИЦ в сторону Калинина, а Карина в сторону 50-летия октября. На пересечении с улицы Хмельницкого водитель Карины намеревался сделать левый разворот, не пропустил ВИЦ и получил удар в переднюю правую сторону, в колесо. От удара у Тойоты ВИЦ сработали подушки безопасности. Никто не пострадал, а вот повреждения авто значительные. И на сегодня это всё. Берегите себя. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok